Экология своими руками. В микрорайоне Новая Дерябиха на месте вырубленной березовой рощи посадили сосновый лес. С инициативой выступили местные жители. Парков и скверов поблизости нет. Березовая роща была единственным местом для отдыха. Восстанавливать лес вышли всем миром. В былые времена здесь начали хищническую, варварскую вырубку леса, под строительство коттедлей. И благодаря все-таки ОНФ, активистам ОНФ, небезразличным людям из жилого комплекса, были приостановлены эта рубка, поставлены точки в суде, что все-таки это все было незаконное. И на сегодняшний момент мы опять, как говорится, не бросаем это дело. Саженцами помогли лесничество. За восстановлением рощи следила природоохранная прокуратура и работники комитета по лесному хозяйству. До этого специалисты здесь подготовили почву. На площади полгектара разместили более тысячи саженцев сосны. Части молодых деревьев присвоили имена. Их высадили в честь самых маленьких жителей микрорайона. Мы таким образом решаем несколько задач. Это то, что мы экологическую обстановку восстанавливаем в нашем микрорайоне. Вторая задача – то, что деревья именные на каждого ребенка, то будут родители приходить с детьми и заботиться о своем деревце, чтобы оно росло и, как говорится, развивалось. На этом посадочная работа не закончится. Лес увеличится в начале лета и осенью. Единственное, что беспокоит местных жителей – это то, что есть любители отдохнуть и оставить после себя горы мусора. Мы регулярно здесь проводим уборку, потому что в этой роще гуляют наши дети. Здесь битые бутылки, видите, сколько мусора всяческого. Мы каждый год убираем, но после зимы и лета тут просто свалка. Специалисты Комитета по лесному хозяйству поясняют, теперь роща включена в состав лесного фонда, поэтому ситуацию контролируют. Вплоть до патрулирования и привлечения нарушителей к административной ответственности. В настоящее время мы здесь, она находится, этот участок на особом контроле. Ежегодно проводим и в том году занимались очисткой и частично удалением больных, погибших деревьев для обеспечения безопасности граждан. Пока здесь на вырубленной части леса гуляет ветер. Но в лесничестве уверяют, спустя семь лет кроны молодых деревьев уже сомкнутся и в микрорайоне запахнет хвоей. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.